Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Да, молодых пациентов очень много. Есть девушки, которые, начиная с 16 лет, ждут, до 18, как это положено по законодательству. И готовятся к операции уже, как только стукнет 18, чуть ли не на следующий день, бывает, приходят на операцию. Есть такое мнение, что пластический хирург может сделать идеальный нос. Правда это или миф? С одной стороны, действительно, да, каждый хирург может для каждой пациентки сделать её, в принципе, идеальный нос, если они обо всём договорятся, если они поймут друг друга, если это возможно, если пациентка понимает, что можно сделать, если хирург технически может это исполнить, то тогда, да, этот миф, он, скажем так, правильный. А у вас есть какие-то программы, когда, ну, грубо говоря, можно примерить нос? Ну, достаточно много программ, начиная от обычного банального фотошопа, как правило, который используется в 90% случаев, действительно можно смоделировать желаемый результат, опять же, на основе высказанных пожеланий, показанных картинок, что нравится, что не нравится, что подходит, делается моделирование, моделирование не является результатом операции, моделирование является неким планом, по которому хирург работает. Но моделирование действительно очень такая опасная вещь, с одной стороны, потому что можно смоделировать действительно нереальный результат, и потом его не получить. И тем самым, ну, получается, да, немножечко мы дезинформируем, скажем так, пациента. Поэтому задача моделирования максимально реалистична, его показать пациенту, да, если оно ему не нравится, то, значит, ну, сказать, что, сори, по-другому никак не получится. Если пациенту такое моделирование не нравится, значит, это не ваш пациент, и операция не состоится. Считается, что из всех пластических операций ринопластика самая простая? Ну, мнение на самом деле бытует такое, но нос – одна из самых сложных операций в пластической хирургии. Нос состоит из костной части, да, вот это всё, косточки, из хрящевой части, из мягких тканей, всё это покрывается кожей, мышцами, мягкими тканями. Соответственно, взаимодействие всех этих трёх совершенно разных структур приводит к тому, что необходимо всё это учитывать, необходимо понимать взаимодействие между твёрдыми тканями, как кость, менее твёрдыми, более эластичными, как хрящ, и совсем мягкими, например, как кожа, мышцы. То есть все взаимодействия должны быть учтены, и только тогда мы можем спрогнозировать и получить максимально стабильный и красивый результат. Ринопластику у нас по полюсу ОМС никто не делает. Поэтому есть такое утверждение, что если ты пришёл к пластическому хирургу за новым носом, то он по-любому не откажет, ну, не считая возраст, ну, потому что он как бы за это получит деньги. Правда это или нет? По полюсу ОМС делают септопластику. Септопластика – это пластика трегородки носа, как правило, связанная с проблемами дыхания. Ну, это уже типа не про красоту, а про проблемы с... Это совершенно верно. Вот у нас здесь посерединочке есть трегородка, но здесь её нету, но вот здесь вот как раз посередине есть перегородка носа, которая влияет на дыхание. И перегородка носа в целом влияет на наружный нос. Поэтому лоры, которые делают перегородку, очень часто предлагают, скажем так, сделать дополнительно и наружный нос. То есть это, как правило, очень часто совмещается. И иногда даже необходимо это делать вместе. Давайте, дорогая, вытремим перегородку, но и чуть-чуть себя красивее сделать. Есть такое, такое, безусловно, и есть. Поэтому частично вы можете сделать по ОМС, и уже там договорившись, возможно, с лор-хирургом, который делает носы, может быть, и что-то добавить на, соответственно, изменения внешние. Ну, а есть какие-то моменты, когда вот к вам придёт девушка, скажет, хочу нос, а вы ей скажете, не нужны мне твои деньги за твой новый нос, потому что у тебя то, то, то. То есть, видимо, какие-то там противопоказания. Безусловно, безусловно, такие ситуации есть. Общее состояние здоровья, да, если есть противопоказания к наркозу, если есть какие-то заболевания крови, если выраженная там анемия, например, да, недостаточно гемоглобина в крови. Это может являться противопоказанием. Ну, с одной стороны, относительным. Если человек решит свои проблемы со здоровьем, всё поправит, то велкам, пожалуйста, можно делать. Хорошо, спасибо вам большое за такой подробный, интересный рассказ про ринопластику. Это интересно, мне кажется, даже было не только тем, кто хочет изменить форму своего носа, но и всем остальным. Спасибо большое. Главное, что развеяли мифы и чуть-чуть проинформировали население о том, что такое ринопластика. Ну, а вы любите себя и свой город москвичей. И, конечно же, свой нос. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok